Очередь в первый класс состоящая из родителей. На этой неделе начался прием детей в первые классы и родители будущих школьников вновь столкнулись с проблемой нехватки мест в образовательных учреждениях. Они вынуждены дежурить перед воротами школы в ночь перед днем подачи документов. Подробности в нашем материале. Людей, которые буквально осадили школу номер 125 утра, а то и раньше, ночью 1 апреля набралось немало. Все они были объединены одной общей целью – подать документы для обучения в первом классе своего ребенка раньше всех. Ведь мест для всех проживающих в районе школы может не хватить. Местные жители связывают такую проблему с тем, что в этом районе много домов и семей с детьми, а школа всего одна. Мы хотим в школу попасть. Я по прописке сюда отношусь, к этой школе. Вы по прописке сюда относитесь, и вы не можете просто подать документы и попасть? Потому что много очень людей хотят попасть в эту школу. Потому что по прописке домов много настроили, прописанных много, а мест в школе очень мало. Как рассказывают о МИЧИ, к дню приема документов родители будущих первоклассников начали готовиться за три дня. Создали рукописный список желающих попасть в школу, по которому сегодня будут проводить перекличку и подавать документы в порядке строгой очередности. Ну, я так понимаю, это уже ситуация не первый год сложилась. Третий или четвертый год такая ситуация, да. И у людей конфликты, вопросы, потому что большие всегда здесь очереди. Мы по прописке живем рядом, хотим сюда попасть. Это всем удобно. Но не всем получится. Поэтому люди такую инициативу проявили, создали за трое суток. Список, очередь живую. Начали кто приходить, записываться. Ну и вот теперь мы здесь собрались, чтобы по этому списку проходить. Павел Кригер прав, когда говорит, что это неприятная для родителей ситуация, длится не первый год. Вот кадры нашего репортажа с апреля 2021-го, когда люди, желающие записать своего ребенка в первый класс, точно так же составляли рукописные списки. Караулили толпой у школы ее открытия и задавались вопросом, как так вышло, что на множество домов не хватает школ. На самом деле, получается, первоклассников много. А школ, как не было, так и нет. Новых школ, детских садов не хватает, получается. Вот как-то очень странно это все происходит. Ну, неужели нельзя было построить еще одну школу или там, куда делись учителя, куда делись школы. На самом деле. Просто странные такие вопросы. И, естественно, занимать очередь за два дня, за двое суток – это ненормально. Несмотря на все приложенные усилия и бессонные ночи, мест, говорят родители, хватит не всем. Дети, которым не удастся поступить на обучение в данную школу, будут вынуждены пользоваться другой, удаленной от места проживания. Это крайне неудобно, так как с утра перед работой доставлять ребенка в учебное заведение за 3-9 земель, а вечером забирать его с уроков может позволить себе не каждый. Все это требует немалого времени и средств на проезд. Люди негодуют, как ответственные за комфортную инфраструктуру лица могли создать ситуацию, когда родители не могут определить своих детей в школу. Яков Сатонкин, Григорий Бадьянов, АПКОМ ТВ